Здравствуйте, уважаемые слушатели проекта EG70.ru. Меня зовут Роман, и сегодня мы с вами будем разбирать задания EG по английскому языку. Несколько слов о структуре занятия. Мы не ставим перед собой целью подготовить вас для сдачи экзамена на 100 баллов. Мы лишь предлагаем организовать вашу самоподготовку таким образом, чтобы устранить некоторые пробелы в ваших знаниях, если они есть, и еще раз проверить себя тем, кто не уверен в себе на 100%. Для решения вам будет предложен ряд заданий. Время, чтобы подумать и написать ответ в чате. После этого вам будет дан правильный ответ, а также возможность задать вопрос по разбору решения каждого задания. Итак, начнем наше занятие. Если меня хорошо слышно, просьба, напишите плюс в чате справа. Итак, сегодня мы с вами разберем задания от B19 до B31, которые включаются в словообразование. Вам дан небольшой отрывок текста и слово, из которого нужно, собственно, образовать правильную форму. Итак, первое задание B19. Нужно вставить одну из форм слово fly или однокоренное, возможно, слово. У вас есть примерно минута, чтобы написать свои варианты в чате справа. Итак, как вы все, конечно, правильно угадали, слово будет flying. Почему мы ставим flying? Потому что у нас здесь требуется причастие. Переводим предложение. Напомню, что переводить весь текст совершенно необязательно. Достаточно перевести предложение, в котором нужно заполнить пробел, и определить часть речи, и уже отталкиваясь от этого, образовать соответствующую форму. Здесь у нас он улыбнулся и поблагодарил их за то, что они летели этой авиакомпанией. То есть за, по-русски мы так не говорим, но за летание этой авиакомпании. И, исходя из этого, у нас, собственно, единственный вариант возможный — это flying, то есть причастие. Задание двадцатое. Здесь нужно форму глагола have поставить. Возможно, в каком-то времени. Минута на размышлении. Итак, конечно, все вы догадались, что здесь нужно вставить would have. Напоминаю, что пишем слитно, без пробелов в бланке ответов. Почему мы ставим именно такую форму? Потому что это форма так называемого future in the past, то есть времени, будущее в прошедшем. Так как у нас здесь прошедшее время, мы переводим предложение. Он думал, что у пассажиров будут какие-то гневные комментарии по этому поводу. Он думал, что у пассажиров будут, то есть это будущее время с точки зрения прошедшего. Надеюсь, понятно всем. Двадцать первое задание. Время пошло. Минутка. Итак, как, конечно же, вы догадались, здесь нужно вставить them. Потому что это логично. Несмотря на все это, казалось, что все из них были слишком... То есть каждый из них, все они были слишком шокированы, чтобы что-либо произнести. Все из них all, of, ну и, естественно, them. Потому что мы не можем сказать all of they или что-то вроде этого. Итак, переходим к следующему. К следующему заданию. Это следующий текст. Итак, в данном случае, конечно же, мы должны использовать формулу was built. Используя это, получается, пассив, у нас мы используем глагол to be в прошедшем времени и третью форму глагола to build. И у нас, получается, it was built between 12.38 and 13.58 at the end of the Muslim rule in Spain. Итак, следующее задание. Двадцать третье. Since the Middle Ages, the Hambra playing as a remarkable example of a Spanish-Murish town. Нужно ставить одну из форм-слова survive. Минуту на рассмышлении. Итак, здесь нам нужно употребить, безусловно, форму present perfect. То есть, has survived. Present perfect нужно употребить именно потому, что то, что, собственно, Alcambra сохранилась, то есть, да, сохранилась, дошла до наших дней. Именно, это имеет значение именно к данному моменту. То есть, она не сохранялась когда-то в прошлом, а сохранилась именно до наших дней. Итак, двадцать четвертое задание. Нужно вставить слово или несколько слов, получать форму, образованную от not defend. Временное размышление. Итак, как вы уже все, наверное, догадались, нужно вставить did not defend. Почему мы употребляем именно эту форму, а не, допустим, present perfect? Потому что у нас действие имеет свое значение именно в прошедшем времени. То есть, позже она уже, эта крепость, она уже не охраняла, не служила для охраны королей гранады, а только обеспечивала ему прекрасные виды какие-то. То есть, это имело значение в прошлом, и поэтому мы используем просто past simple negative. Итак, двадцать пятое задание. Today, the Alhambra blank to be one of the greatest examples of Islamic architecture. Минута. Итак, переведем предложение. Сегодня Alhambra считается одним из величайших примеров исламской архитектуры. Итак, Alhambra считается. Несомненно, здесь нужно употребить passive voice, то есть страдательный залог. Каким образом мы это делаем? Мы пишем is considered. То есть, это самая, что ни на есть обычная форма страдательного залога. То есть, считается. Итак, следующий текст. Теория false. Задание остается то же самое. Собственно, B26. Before you even see the falls, you hear and see them. As you walk along the trail to the entrance, the sound of rumbling water sounds in the background and blank. Your face with heat and with breeze of humidity and mist. Нужно вставить одну из форм слова sudden. Итак, время на размышления. Итак, переведем эту часть предложения. The sound of rumbling water sounds in the background and blank. Your face is heat with a breeze of humidity and mist. То есть, звук постукивающей воды звучит фоном и, скорее всего, внезапно вы получаете, как бы это сказать, глоток, наверное, свежести и влажности с туманом. Прямо в лицо, как бы это странно ни звучало. Ну и здесь, естественно, если у нас получается наречие внезапно, потому что your face is heat, значит, нам нужно наречие. Наречие от suddenly образовывается, естественно, suddenly. Итак, следующее, двадцать седьмое задание. Victoria Falls was formed from intense length activity almost two thousand million years ago. Минута. Итак, давайте переведем предложение. Водопад Виктория сформировался в результате внезапной вулканической активности практически 200 миллионов лет назад. Вулканической, то есть нам нужно сделать слово вулкан, вулкан, вулканический. Естественно, делаем мы это вот так. Вулкан, 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 вулкан. С помощью данного суффикса. Перейдем к следующему заданию. Минута на разношлении. Итак, давайте переведем предложение. Как только вы подходите к водопаду Викторию из соседнего, из ближнего городка Ливингстоуна, вам придется пройти мимо огромной статуи Ливингстоуна, одного из самых логично известных исследователей. То есть у нас дано слово fame, что значит известность. И нам нужно из него сделать предлагательно известный. Естественно, все мы знаем это слово. For famous. Итак, следующее. Ливингстоун was the first blank to see Victoria falls and then spread word about them, said Dr. Lawrence. Нужно из слова Europe образовать какое-то вот нужное нам минута на размышление. Итак, давайте переведем предложение. Ливингстоун был первым, кем-то логичным, кто увидел водопад Виктория и рассказал о нем миру, заявил доктор Лоренц. Ну, первым он мог быть, вероятно, европейцем, если у нас здесь слово Europe. Поэтому мы пишем European. Так, продолжаем. Тридцатое задание. Part of the reasons the news of great waterfalls in Central Africa was so blank in the middle of 19th century was many people thought that the center of the continent was a desert, he added. Слово excites. Время пошло. Минута. Итак, давайте переведем предложение. Одной из причин, почему новость о водопаде в Центральной Африке была такой волнующей, вероятно, в середине 19 века, это то, что многие люди думали, что в центре континента находится пустыня, добавил он. Слово excite нам нужно образовать слово волнующей, и волнение, и это, естественно, слово exciting. Если у вас имеются какие-то вопросы, вы можете задавать их в чат. Итак, тридцать первое. Доктор Лоренц is a lecturer at Scotland's University of Edinburgh, who specializes in the history of science and blank in Africa. Слово «explore» — минута на размышления, как обычно. Итак, переведем предложение. Доктор Лоренц — лектор в шотландском университете Эдинбурга, который специализируется на истории науки и исследовании в Африке. То есть, «explore» — это глагол. Нам нужно существительное. Потому что специализироваться можно логично только на существительных. У нас получается «exploration». Таким образом мы образуем существительное от глагола «explore». На этом мой рассказ подошел к концу. Если у вас остались какие-то вопросы, посмотрите внимательно, может быть, они есть. Напишите их в чате вправо, и мы постараемся на них ответить.